Держитесь подальше от потребительских кредитов на какую-то там дичь. Не иди в университет, попробуй MLM, попробуй трейзинг, попробуй ставки на спорт, попробуй пирамиды. Реальный препод. Доброго времени суток, друзья. Сегодня мы разберем инвестиционные советы для тинейджеров. Что делать тинейджерам, тем, кому исполнилось 18 лет, или вы еще университет не закончили. Что вам делать с денежками, чтобы у вас их было побольше, когда вам будет 40, 50 или 60 лет. На это мы сегодня и ответим. Если вы тинейджер, или если вам понравятся мои советы, передайте эти советы своим деткам. Ну или там своим другим знакомым тинейджерам. А прежде чем мы начнем, я очень сильно прошу вас поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Я это очень ценю, и мне это очень сильно помогает в развитии канала. Ну, а мы приступаем. Итак, первый, первый, наверное, совет, который я бы вам дал, это держитесь подальше от потребительских кредитов. К сожалению, родители особо не объясняют своим детям то, как работают потребительские кредиты. Вот я не так давно узнал, что моя жена взяла потребительский рассрок на какую-то там дичь. В общем, она мне об этом сказала уже постфактум, я такой, ну ни хрена себе. Это плохая привычка, потому что она создает такую ситуацию, в которой вы, в принципе, можете к этому привыкнуть. Понабрать массу кредитов и по итогу у вас не будет свободных денег ни для инвестиций, ни для жизни, ни для чего бы то ни было еще. А если ваш источник дохода в какой-то момент просто закроется, то вы останетесь с этими долгами один на один, и они погрузят вас в еще большие долги знакомым, друзьям, родителям. И так люди попадают в долговую яму, поэтому первое, с чего стоит начать, первое, что я ни в коем случае не рекомендую вам делать, это никогда не берите потребительские кредиты. Что такое вообще потребительские кредиты? Это кредит на айфоны, на наушники, на чехлы для телефонов, на жвачку, на пиво. Нет, никаких потребительских кредитов, ни на что, ни на тачку даже. Я думаю, даже ипотеку иногда в каких-то контекстах можно отнести к потребительским кредитам. Ипотеку тоже лучше не берите, если вам 18. Пункт номер 2. Не иди в университет, если не хочешь или не знаешь на кого учиться, отдай предпочтение работе. Я знаю много ребят, которые не пошли в университет, многие из них мои друзья, многие вполне себе неплохо состоялись в жизни как предприниматели. Некоторые на меня работали, и при этом мне, помню, пацан работал, его Никита зовут. Никита, если ты смотришь это видео, привет. Никита зарабатывал по 350 тысяч тенге 18 лет, будучи главным администратором моего тренажерного зала. Мы, к сожалению, с ним расстались, но тем не менее. Вот как бы лучше, конечно, отдать предпочтение работе, заработать настоящие навыки, которые востребованы на рынке, которые помогут вам зарабатывать, помогут зарабатывать вашим работодателям. Вместо того, чтобы тратить деньги и время на то, что люди называют активом, я про формальное образование, и потом искать пути, пытаться это образование формальное подстроить под нужды своих работодателей, это не то. Если не знаете, на что учить, лучше не идите. Лучше походите, поработайте, наберитесь опыта, а потом идите. Если все так делают ваши сверки, это не значит, что и вы должны так делать. Так что вот, второй совет такой. Не учись, если не знаешь, на кого учиться. И, кстати, вот здесь я добавлю видео о том, насколько вообще актуально сегодня высшее образование. Я же преподаватель, я реальный преподаватель из университета, поэтому я знаю, о чем говорю. Поэтому можешь посмотреть это видео тоже. Третий мой совет для подрастающего поколения, для 18-летних, для 16-летних, для тинейджеров, в общем. Говори жизни «да» и ищи способы заработка. Попробуй MLM, попробуй трейдинг, попробуй ставки на спорт, попробуй пирамиды. Попробуй себя в качестве предпринимателя или фрилансера. В чем здесь суть? Это конкретно хреновый совет. Но всю эту дичь лучше попробовать раньше, когда у вас денег в принципе нет. Нету, когда вы можете, я не знаю, попробовать потратить там какие-нибудь 30-50 долларов на попытку заработать на вот этой херне. И понять, что это херня и больше к этому не прикасаться, нежели чем, когда, ну гораздо лучше попробовать это, когда вы юный и когда у вас нет денег, нежели чем попробовать это, когда вам 50. У вас там есть последние 20-30 тысяч долларов, которые вы оставили для своей пенсии и вы понимаете, что вам их скорее всего не хватит. И тут вы зарываете их в MLM. Это происходит так часто, я просто охереваю. Я помню, меня как-то однажды позвали в одну контору, да у лет сказали, ты же препод, ты же шаришь в финансах. Давай ты будешь у нас вещать по 100 баксов в день. Когда будут приходить пенсионеры, а ты им будешь заливать, насколько у нас классные вообще инструменты инвестиционные, которые дают там по сотне процентов в месяц. Я сказал, не, ребят, нет, так нельзя. И кто ходит туда? Конечно же туда ходят взрослые люди. Все люди им от 50 в основном. Это люди в предпенсионном возрасте и они пришли к тому моменту, что у них появляется необходимость очень быстро создать для себя капитал для своей пенсии, чтобы как бы компенсировать все то потерянное время, которое они уже потеряли. И по итогу они нарываются на вот этих обманщиков. Поэтому попробуйте это, если вам 18, если вам 30, 40, 50, нет, знайте, это полная дичь, даже пробовать не стоит. Ну, точнее, я не про предпринимательство, а про фрилансинг, да, я про ставки, про все вот это вот говно. Пункт номер 4. Живите на меньшие деньги, чем можете. Точнее, чем у вас есть. Если у вас есть какой-то заработок, если у вас уже есть какая-то работа, она приносит вам деньги, и вы, допустим, если вам 18, вы вполне себе можете жить у родителей, и вы не несете расходы за жилье, вы не несете расходы за еду, и как бы уже львиная доля вот этих вот взрослых расходов, она как бы вас не касается, соответственно, вы эти деньги можете экономить, вы их можете инвестировать, вы можете вкладывать их в образование, не в формальное образование, а в обретение каких-либо навыков, для того, чтобы просто зарабатывать больше, да почему бы и нет. Это отличный способ повысить свой доход, и это прекрасный период для того, чтобы это сделать, ведь в 18 лет нет ничего страшного в том, чтобы жить с родителями. Поэтому эти возможности лучше использовать, чем не использовать. И пункт номер 5. Инвестируйте. И когда вы инвестируете, инвестируйте, вы должны держать в своей голове некоторые вещи. Сейчас я о них вам расскажу. Первое. Инвестируйте в дешевые по содержанию индексные фонды, в ETF-фонды. Я вот здесь добавлю видео об ETF-фондах, о том, что это такое, почему именно им стоит отдать предпочтение. И вот отдавайте предпочтение ETF-фондам, нежели чем отдельно выбранным акциям или паевым инвестиционным фондам. Отдавайте предпочтение ETF-фондам. Инвестируйте на регулярной основе все деньги, кроме необходимых. Когда вам 18 лет, у вас не такие большие расходы. Поэтому все, что вы зарабатываете сверх ваших расходов, вы должны инвестировать на регулярной основе. В фонды, в образование, что бы то ни было еще. Но главное, продолжайте инвестировать в себя и в свое будущее. Если вы отдали предпочтение инвестициям, допустим, в ETF-фонды, то ваш горизонт планирования этих инвестиций не должен быть меньше 20 лет. В идеале 40, в идеале до вашей смерти. Ну, точнее, минимум 20, лучше 40, в идеале до самой смерти. Вот, как бы, здесь не стоит рассчитывать на то, что вы создадите для себя какой-то значимый капитал за год или за два года. Такого не будет. Если кто-то вам втирает, что это будет так, то он нагло врет. Проверьте его лицензию. Если у него этой лицензии нет, то пошел он нахер. Это какой-то обманщик. Кстати, о брокерах и лицензиях тоже вот здесь добавим в видео. Смотрите и узнавайте вообще, с кем стоит работать, а с кем нет. Как работать с брокерами, почему не стоит работать с Freedom Finance. Вот это все вот здесь. Ну, в общем-то и вот, друзья, вот эти вот пять основных пунктов я рекомендую использовать, если вы тинейджер, если вы хотите заняться инвестированием, изучаете этот вопрос. Это то, что я вам рекомендую. Я это рекомендую всем своим студентам. Все ли студенты меня слушают? Я не знаю. Ну, надеюсь, что некоторые да. Итак, друзья, с вами был Реальный препод. Желаю вам хорошего настроения, много баблища. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok